апрель месяц лена занимается клумбами добрый день друзья конец апреля это как раз период когда надо заниматься огородами я решила немножко отвлечься от собирания осколков потому что зарастают уже мои клумбы и надо посадить новые я уже успела немножко убрать эту грядку вот сгребла сухие веточки и теперь эта грядочка более или менее уже нормальная а сейчас хочу убрать на этой грядочке рядышком с туалетом здесь накрытый виноград убирать это уже накрытие и вот здесь цветы заросшие кое-где попадается одуванчики и сухие ветки вот это все надо по убирать сегодня мы занимаемся посадкой цветов луковичных здесь два сорта гладиолусов 30 апреля гладиолусы нужно садить в теплую погоду когда уже земля хорошо прогрелась луковичка очистили от шелухи и таком состоянии она уже прорастает садить нужно на глубину где-то 20 сантиметров и желательно гладиолусы садить возле забора почему потому что все вы прекрасно знаете это очень высокие цветы чтобы они не падали их легко будет подвязать к забору мы подготовили грядку сделали такую траншейку разложили луковицы в траншейку прольем водичкой и закопаем вот и все легко и просто как видите у нас все цветет одуванчики черешни он пытаются груши расцветать и я навожу порядок весь цветник зарос одуванчиками вот так вот везде росли одуванчики я с помощью лопатки и сапочки маленькой все это выкапываю такая вот у меня маленькая лопаточка и сапочка тоже полное ведро насобирала одуванчиков чтобы освободить цветы розы и посеять уже какие-то весенние цветочки тут у меня розочка видите она тоже вся в одуванчиках так что наводим порядке хотя настроение совсем не до работы привела в порядок цветничок и заодно этот цветничок тут была компостная яма все перегнило и теперь берем эту землю что мы будем садить цветок добавить до земли на клумбу и посадить цветочки тачки у нас по-прежнему нет поэтому землю приходится носить ведрами такая жирная классная вообще один раз весной когда было очень важно в этой земле было очень много червяков но когда собрался ехать на рыбалку пришел покопать они все куда-то разбежались эти черви нашел конечно там десятка два но не в таком большом количестве как весной мы принесли с нашей компостной кучи такого хорошего гомуса добавим сюда в цветничок я его здесь перемешаю с той землей которая была просопну и посажу здесь цветочки сегодня я занималась посадкой цветов многолетников которые называются традескансия садовая это цветы кустовые они в основном цветут с весны и аж до осени такими сине-сиреневыми цветочками в принципе они неприхотливые растут и в полутени и на солнышке и уход обычный поливать и пропалывать когда зацветут я покажу 5 мая мы сегодня попытаемся посадить картошку это уже как-то поздновато но раньше у нас ничего не получалось мы только недавно купили культиватор мотоблок весь вынесли из кладовки с помощью нового мотоблока накопал траншейки почти ровно и елена теперь ходит набрасывает картофель и его закапывают потом а тут картошечка пошла планируем на сегодня все это засадить картофель мы посадили под новый мотоблок вот такая территория нас засажена спереди мы оставили кусок земли для посадки огурцов помидоров персов капусты и вот здесь остался кусок перепаха на земли ну а здесь как видим все заросло надо косить косить нечем все сгорело в нашем сарае даже ручной косы не осталось здесь перепахал с помощью вилок необходимо будет измельчить ветки вот от попадания снаряда в наш сарай были повреждены деревья пусть я все оттуда перетянул сюда сергей их топором рубит на более мелкие ветки ну а я с помощью измельчителя веток их измельчаю до маленьких кусочков вот такие вот кусочки получаются после переработки вот они тоненькие толстенькие здесь все вперемешку и вот этой всей тырсой мы будем присыпать возле ствола дерева уже перекопанную землю конечно этого мало сейчас будем продолжать вот мы закончили с разделыванием веток все уже чисто это дерево персик осенью посадили два кустика жимолосъедобная даже на одном кустике уже видны цветочки желтенькие вот желтенькие цветочки груша уже присыпанная мульчой и понемножку каждый кустик черной смородины присыпала поскольку мульчи уже было немного сожалению мы феврале только начали обрезать деревья и не успели до конца по обрезать когда уже через месяц приехали почки были листья распускались и было уже поздно обрезать ну и здесь мы рассадили два кустика смородины молоденькие тоже чуть-чуть я присыпал все цветет такая красота запах прекрасный летают пчелки это у нас груша на очень обильно цветет распустились тюльпаны это вишня за ней еще одна вишня и еще вот видите на красной смородине кругом уже цветы муха села цветет и будет завязываться ягодки красной смородины я думаю будет изобилие это черная смородина уже начинают завязываться ягодки эта грушка у нас немножко приболела была черная листва подсыхали ветки мы их обрезали поэтому она немножечко такая у нас лысенькая но пока живая надеюсь что она выживет и вот такая соседняя тоже груша здесь я подстригла лаванду куст но немножко стригла как-то побоялась сильно стричь это тоже цветы 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 душа радуется у меня красивый нарцисс желтый полный здесь лилии я их просопала удобрила кофе нарциссы тюльпаны флоксы розочки покровные все розочки все кустики живые у меня вот какая замечательная у нас кви . это у нас тюльпан такой очень красивый цвет у него красивая форма обалденный это ирисы дальше все тоже таком же виде все было бы хорошо если бы не проблемы с домом никак еще не поменяем окна еще предстоит у нас ремонт большое спасибо фильме виттлс которая предоставила мне новую косу комплектация не бедная я очень рад что у меня появился триммер буду продолжать им пользоваться когда кругом покошено то уже виднее грядки гладиолусы которые я в этом году первый раз садила не было у меня еще опыта с гладиолусами вот они уже проклевываются красивые здесь дальше на грядочке у меня кустики роз вот такой кустик я даже не знаю как он называется что это такое купила на базаре но очень красивые мне очень нравится тут розочки и вот этот куст тоже розы здесь у меня маленьких кустик это колокольчики вот он вот такой вот я думала он замерз но ничего в этом году отошел вчера я полила клумбочку с земляникой и сегодня хочу ее прополоть надо освободить земляничку она тоже уже цветет пользуюсь как обычно своими инструментами маленькая сапочка и лопаточка просапывать грядочку закончила по-хорошему конечно ее надо было пересадить но сейчас сухая земля поэтому пересадкой заниматься не буду я думаю если что уже на осень пересажу долгое время у нас не было косы и вся моя клубника была заросшая одуванчиками сейчас сергей немножко обкосил я пришла посмотреть на клубнику поскольку весной я ее не просопала потому что наши планы кто-то изменил вот то пытаюсь сейчас как-то спасать положение перед тем как хорошо полить клубнику я решила по удалять одуванчики как я это делаю своей любимой лопаткой ведь она уже даже погнулась так часто я ее работаю естественно что там остается какой-то корешок и возможно что он еще вырастет но по крайней мере самой клубнички кустику будет просторно и она разрастет видите и вот так вот я прошла вот небольшую уже деляночку небольшой участочек хочу вот это вот сделать и обильно полить клубничку чтобы в этом году хоть поесть клубники сожалению сейчас в украине кризис экономический и гуманитарный все у нас дорожает продукты ягоды тоже поэтому я думаю что надо надеяться только на себя вот еще одно очередное дело я сделала справилась с этой работой одуванчики валяются по вырывала с клубники и теперь клубника более свободная но я не сопала ее поскольку она уже цветет уже завязываются ягодки я уже боюсь сильно лезть и сопать ее здесь я начинала прорывать мы сегодня успели вечером еще сделать одно хорошее дело мы просопали малинку сережа вокруг обошел вилками просыпал а я секатором по вырезала лишние ветки потому что они сильно загущенные были и удобрили мочевиной хорошенько пролили водой а потом разбавили одну столовую ложку мочевины на 10 литров воды и пролили где было сильно густо вот например вот здесь она с одного кустика шло там штук 7 наверное веточек я оставила 4 можно было и меньше а когда малина уже вырастет чуть повыше тогда мы поставим по углам опоры и натянем веревочки так чтобы малина не падала но это сережа поливает смородину уже собираемся домой и он напоследок решил сделать хорошее дело дождя нету сухо очень земля вон какая как порох но сейчас мы уже собираемся домой вечереет ну и мы уже устали за эти выходные надо ехать отдыхать чтобы сейчас не тратить деньги на покупку новой тачки решил реанимировать старую попытаюсь если это получится продолжается посадка культур разных на наш участок вот видите у нас спаханный огородик я приобрела два вида огурцов это огурцы конкурент скороспелые и огурцы феникс 640 позднее а также я хочу посеять свои семена которые я собрала в прошлом году в ровчашки я буду насыпать молотые шкарлупки яиц куриных и поливать и потом сеять ну вы сейчас все это увидеть вот я и закончила с посадкой огурцов точно также по той же технологии я посадила кабачки надеюсь они вырастут большие красивые и осенью я вам покажу так что смотрите наши влоги подписывайтесь ставьте лайки кому понравилось отвели груши и уже завязываются плоды это наша груша бера на которой были крупные красивые плоды это дерево дает нам очень много плодов высокая не знаю метров пять на черешне уже плоды завязываются вот ягодки как-то у нас черешней не очень всегда хорошо пока мы приедем то плоды съедают птицы и рядышком еще одно дерево тоже черешенка но здесь вы знаете к сожалению я не вижу особо ягодок или еще рано или она как-то не завязалась а есть но очень мало есть есть возможно что еще рано будем ждать нашел отломанную ветку расчехлилась дерево отпиливать буду вот такой ножовкой очень удобная ножовочка ну вот ветку я оттянул очень жалко он на ней уже даже абрикоски завязались дошли руки до калитки от взрывной волны калитку вот так вот вывернула возьму монтировки молоток буду что-то делать прошло немного времени открыл я уже калитку уже начал ровнять назад все вот так все выглядит с помощью ломиков монтировок я ее подавал так тут меня ждал очередной сюрприз склончик проверка мангала ну вот друзья решили сегодня опробовать мангал купили вот такие вот ребрышки решили их пожарить хозяин контролирует все что он сегодня еще доработал сегодня вырезал квадратную трубу два куска это но из них приварил полосу шириной 3 сантиметра в ней подделал прорези под шампура чтоб можно было ложить шампура их крутить когда будем жарить мясо мясо поставили процесс пошел к нам пришли гости он решил в цветочках моих походить кус самшита уже начинает отрастать и получается у него немножечко неровная поверхность то есть мне нужно будет его постричь а внутри сухие веточки сухие листики я их обрываю отряхиваю чтобы вся листва которая здесь застряла она отрусилась вниз собираю ведерко здесь я уже прошла всю эту процедуру все веточки чистенькие без сухих веток здесь листвуя практически все выгребу и последним этапом я его постригла подровняла теперь весь кустик у меня красивый ровненький поводу стрижки самшитов у нас есть отдельное видео а также есть видео по удобрению самшитов очень необычным удобрением образовалась 4 ведра всяких отходов листвы веточек это все надо спалить просто скидывать куда-то в кучу нельзя поскольку здесь могут быть болезни и всякие букашки для обрыскивания хвойников я использовала два средства это амистар мне его посоветовали в садовом магазине это фунгицид профессиональный он в основном используется фермерами для обработки полей с пшеницей рожью ячменем ну а так как он универсальный тон и подходит для хвои и использовала инсектицид децис профи который используется для борьбы с всякими вредителями конец мая растет виноград и начинают завязываться гроздья это смородина пока еще зеленая но вообще должна быть черная смородина ой 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 расцвел барвинок я не видела шум цветет я думал это просто зеленое растение а здесь груши висят уже флокс шиловидный а это декоративный лук сергей ведет борьбу с муравьями вброс порошок от муравьев вон сколько их кишит и яйца вон есть так это персик на нем очень много плодов достаточно на такое дерево оставить ну не знаю штук 5 наверное ну 10 максимум цветет земляника или клубника садовая как ее называют завязываются ягодки видите уже розовеет земляниченко здесь мы подвязали кусты смородины черной поскольку ветки разложистые лежали на земле ягод завязалась очень много ждем созревание на всех практически грушах очень много плодов это теплая грядочка растет горох шпинат салат морковка и укропчик надеюсь на следующие выходные уже буду собирать делать свой салатик свежий здесь яблоня тоже плоды golden delicious это как golden только красные яблочки очень много завязалась плодов эти три последние рядочка я полила там будет буряк он еще маленький его практически не видно этот рядочек это у нас кабачки здесь капуста капуста средняя капуста ранние и капуста позднее здесь у меня три рядочка огурцы каждый рядочек отдельный сорт здесь я посадила базилик фиолетовый он что-то не очень хорошо при росте я покупала рассаду и в конце у меня оставалась капусточка тыкнула капусточку это место пустое я оставила для высадки перца болгарского помидоры я купила два десятка помидоров небольших не крупных специально чтобы консервировать а это у меня растет я покупала прошлом году это голубика 5 кустиков разного сорта разнобой они были маленькие вообще малюсенькие ну вот понемножку разрастаются у нас еще очень много в этом году будет крыжовника очень много вот посмотрите уже набирается мы его сегодня даже полили и сергей сделал уже второй ярус для того чтобы поднимать ветки ветки длинные будет ешь то гибрид крыжовника и смородины черной это клубничка которую я немножко тоже по краям обошла прорвала от бурьяна а внутри она у меня была чистенькая я ее даже не совпала клубника тоже цветет ягоды завязываются там сережа занимается поливом обычно мы никогда не поливаем такие культуры или поливаем но редко это фасоль кукуруза подсолнухи в этом году я их посеяла и они никак не всходят уже прошло две недели поэтому мы решили полить а тут хочу показать какие у нас домики мы садили орехи вон они чтобы ветром не поломала маленькие эти саженцы они годовалые маленькие вот такие у нас красивые домики а в них живут деревца ореха орех грецкий мы с сергеем протянули капельный полив и на той клубники на этой и будем время от времени включать его пионы тоже готовятся расцвести бутоны такие уже крупные красивые черешня это у нас маленькое деревце черешни посмотрите сколько на нем ягод и конечно же не без ли 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 как всегда много брызгай не брызгай это плетущаяся роза уже заплелась вся и готовится тоже к расцветанию вот бутончики ну еще рано вот бутончики вот и подходит к концу май месяц а вместе с ним и весна впереди лето жаркая пора и по работе и я надеюсь по погоде мои месяца мы старались сделать все что могли и по дому и по огороду но все равно все не переделаешь работы еще впереди много дом еще не весь восстановили еще работы по дому будут в стране продолжается война но мы не падаем духом стараемся жить на полную и в работе отвлекаться немножечко от этих событий на сегодня все кому понравилось ставьте лайки кто еще не подписался подписывайтесь а мы дальше будем снимать для вас все новые и интересные видео а на сегодня все пока пока до новых встреч до новых встреч